Сегодня научно-исследовательскому институту атомных реакторов исполнилось 63 года. Торжественное собрание прошло в Димитровграде. Поздравить сотрудников прибыл губернатор Сергей Морозов. Градообразующее предприятие было создано 15 марта 1956 года по инициативе академика Курчатова для инженерных и научных исследований в области атомной энергетики. Сегодня это крупный научный центр, один из предприятий лидеров в атомной промышленности. В своей поздравительной речи губернатор отметил, что в ближайшее время будет создан документ, по которому вся прибыль, заработанная НИАРом, будет оставаться в бюджете Димитровграда. Мы этаж регионального бюджета из 2,6 миллиарда рублей, а бюджет города Димитровграда 2,6 миллиарда 660 с небольшим миллиардом рублей, чуть больше миллиарда рублей возвращаем в дорогу. Также глава региона отметил, что вместе с главой ФМБА Владимиром Уйбой готовят обращение Федеральное собрание Российской Федерации о включении Димитровграда в национальный проект здравоохранения. Вы знаете о национальных проектах, вы знаете об огромных объемах финансирования, которые направляются с федеральных и региональных государственных бюджетов на развитие образования, здравоохранения, экологии, дороги и многие-многие другие направления. Но если по всем остальным направлениям, кроме здравоохранения, мы в городе Димитровграду выделим колоссальные финансовые ресурсы, в том числе на строительство объединенных дорог, но и на ремонтные работы. После НИАРа Сергей Морозов провел рабочую встречу с главой Меликевского района. Обсудили паводковую ситуацию в муниципалитете. Несколько сельских поселений около рек Черемшана и Авролей находятся в зоне возможного подтопления, поэтому в случае неблагоприятного исхода в районе запланированы взрывные работы. Сегодня мы в ежедневном режиме это мониторим. Толщина льда у нас достаточно сегодня пока не критическая. Она колеблется от 37 до 42 сантиметров. То есть критического пока мы сегодня не наблюдаем. Затронули и подготовку к весенним полевым работам. По словам главы, семена подготовлены и техника работает исправно. Далее глава региона встретился с представителями администрации Димитровграда. Главным вопросом стало повышение качества оказания медицинских услуг, в том числе подготовка к открытию Федерального центра атомной радиологии. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.